Стритбол – одна из разновидностей баскетбола. Правила те же, только ребята играют два периода по 7 минут, 3 на 3 на одно кольцо. Игровое пространство – половина баскетбольной площадки. Эта забава очень популярна на Западе, а теперь в стритбол играют и севастопольские школьники. Недавно школьный курс физкультуры увеличился. Занятия стали проходить три раза в неделю. При этом увеличилась нагрузка и на учителей. На уроках объединяются по два класса. В связи с этим Министерство образования и науки Российской Федерации предложило ввести в школьную программу стритбол. Так можно задействовать больше детей. На уроках физкультуры ребята не должны сидеть сложа руки. В этом виде баскетбол и вошел в программу севастопольской школьной спартакиады. Баскетбол в нашем городе несколько лет уже является доминирующим, так же, как и футбол. По линии Федерации баскетбола проводятся и веселые старты, и турниры двух возрастов – среднего возраста и младшего возраста. И поэтому в школах, если вы сейчас придете, вот сейчас игровая четверть проходит, баскетбол играют во всех школах города. Все больше детей приобщаются к баскетболу. Увлечение начинается еще в школе. Тем более спортивная база в учебных учреждениях постепенно улучшается. Закупается форма, мячи, обновляются щиты. Отсутствие материальной базы мешает развитию и популяризации спорта. К счастью, в Севастополе с этим проблем нет. Мне нравится баскетбол, я вообще люблю спорт, но баскетбол мне нравится больше всех. У меня просто папа баскетболист, и я сразу же подумала о баскетболе. Мне очень нравится заниматься баскетболом. Я занимался и в двух городах, пока сюда не переехала, и занимала я четыре года. Стритбол в том виде, в котором он представлен на Спартакеаде, развивает движение, передача и ловкость рук, коллективную работу на небольшом участке поля. Соревнования – это всегда важно в развитии ребенка. То есть важно поддерживать соревновательный дух. То есть я считаю, что проведение таких соревнований исключительно положительно подражается на формировании развития ребенка. В каждом присутствует спортивный дух, каждый хочет победить. Ну, сужу, бывает и агрессия, но я считаю, что это больше из-за азарта происходит. В Спартакеаде по стритболу участвуют 15 спортивных клубов со всего города, как среди юношей, так и среди девушек. На муниципальном этапе будут выявлены сильнейшие команды каждого района. Финальные игры пройдут с 10 по 20 марта. Тогда же станет известно, какие команды представит наш город на Всероссийской Спартакеаде. Михаил Журавский, Анатолий Паньков, Севинформбюро.